Друзья, всем привет! Меня зовут Женя Панасюк и это мое новое реалити-шоу про необитаемый остров. Покупаться? В пресной воде как раз покупаться. Пресная водичка, можно обмыться от соленой воды, а самое главное мы... Ваааа! Вот это да! Вот это сейчас там просто такой рисунок был. Я не знаю, если я поймал каким-то чудом в камеру, это просто так засветилось. Друзья, я очень рад, свежо, не душно, наконец-то, а самое главное мы восполняем источник пресной воды. Вы посмотрите, посмотрите как все работает. Здесь вот палочка, она натягивает тент и со всего большого тента здесь идет концентрация и вода идет в нашу красную бочку. Здесь вот смотрите, сразу кокосик, тоже не теряем времени зря. И выливаем сюда, когда он наполняется. Раз, видите? И сюда выливаем. Вода очень быстро восполняется. Смотрите, друзья. А здесь я вообще по-хитрому сделал. Я этот самый гермомешок целый поставил. Пусть в него тоже набирается вода. Срезанную канистру в комате нашел, мы его поставили прям боком, в нее тоже набирается вода. Здесь у нас сухие дрова, а здесь у нас тоже водичка в бутылочке набирается, но здесь она что-то промазывает, если честно. Пока что, пока что все идет по плану. Боже, как хорошо, как хорошо. Весь день очень жарко, очень душно. И, наконец-то, дождик. Давай, давай, сильнее пускайся, сильнее. Какая термическая ванна. Тепкая. Да, вода теплая, дождик холодный. Минимум экипировки и максимум адреналина. Для этого проекта я подготовил определенный инвентарь. Но не все так просто. Доступ к этому инвентарю будет очень ограничен. Племя будет развиваться и эволюционировать, осваивая новые техники охоты, а также добычи огня. Но чтобы получить доступ к этому инвентарю, нужно пройти определенные испытания, о которых они узнают немного позже. Друзья, это кайф, не передать словами. Весь день просто палящее, беспощадное солнце. И, наконец-то, мы дождались холодного дождя. Так, пошли посмотрим, как там наш сборник воды. Нельзя терять такой шанс. Не преувеличивай, но на самом деле нужно пользоваться каждым моментом. Любым шансом набрать максимальное количество воды. Вот так вот, да? Да. О, нормально воде. Здесь уже нормально поднабралось. Здесь нужно еще, ищите еще бутылки. Друзья, казалось бы, обычный летний дождь. Но как же он сейчас поменял настрой в нашем лагере? Насколько изменилось настроение участников? Сразу бодрость, свежесть, оптимизм. Все подорвались, силы появились, начали собирать эту воду. Мы уже собрали около 12 литров воды. Дневная норма, нужно набирать больше. Нужно позаботиться, чтобы у нас воды хватило минимум на ближайших два дня. Возможно, если и дальше будут складываться так обстоятельства, мы сможем полностью покрывать потребность воды, используя только ресурсы острова. Эти участники проекта, зрители моего канала, они смотрели видео и всегда хотели оказаться на моем месте. Попробовать себя в этих условиях, применить свои навыки. И здесь у них будет такая возможность. У них будет доступ почти ко всему, что я использовал в своих видео. Но этот доступ будет очень ограничен. И ко всему они будут приходить постепенно. Напомню, сегодня день, который называется «Стихия земли». Поэтому сегодня они должны добыть еду и воду, используя только землю или же береговую зону. Не погружаясь под воду, не занимаясь рыбалкой и подводной охотой. Перед началом данного проекта у всех участников были изъяты мобильные телефоны, а также часы. Никакой мобильной связи, никакого интернета, никаких мыслей о работе или о проблемах. Никакой связи с домом и близкими. Только ты, дикая природа и необитаемый остров. И да, даже у Вадима, как и у всех участников данного проекта, был изъят его личный телефон до начала шоу. Ему я выдал свой телефон, на который он будет производить дополнительную съемку. Я знаю, что на этом острове есть кокосовые пальмы. Мы когда плыли на корабле, а соседняя бухта, на ней есть кокосовые пальмы и там были кокосы. Поэтому, если сюда кокосы к нам добрались, то нужно сейчас пройтись к этой кокосовой бухте и посмотреть на пальмах, посмотреть под пальмами и максимально постараться собрать того, что мы можем использовать как источник воды. Физические упражнения способствуют повышению уровня энергии и дополнительной выработке тестостерона, что улучшает реакцию организма на стрессовые ситуации. Мы идем ко второй бухте, а через эту бухту, через вторую бухту срежем и перейдем к кокосовой роще. Поищем кокосы, посмотрим на пальмы. Если есть кокосы, попытаемся собрать сок и, наверное, сок понесем. Или же сами кокосы прямо в рюкзак, потому что дистанция будет большая. В общем, сейчас изучаем остров с двух сторон, смотрим, что полезного здесь есть. На обратном пути будем смотреть морских жителей, ночных морских жителей. Короче, у нас цель в скамате набрать добычи больше, чем та группа, и принести еды достаточно для всего племени, для всей команды. Фух, друзья, идем, идем, что-то долго-долго, далеко. Дистанция большая. Остров необитаемый, никого нет, но он достаточно большого размера. Смотрите, вообще, просто открытый океан с той стороны. Смотри, какое дерево большое справа. Опа, кое-что я только что увидел, смотри. Смотри туда на ветке, видишь, ветка трясется. Видел? Смотри, дерево вот туда. Ага, да-да-да. Видишь, смотри, смотри. А, трясется, да. Да. Вон, 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 видел? Пошли. Пошли. Снова. А, обезьяна, да? Обезьяна, да? Я вижу, да, обезьяна. Вот как раз. Вова у нас спрашивал, есть ли здесь обезьяны. Вон, вон, да, скачут по деревьям обезьяны. Прикольно. Так, ну давай, давай, наверное, будем обходим, что вот это как раз мангровые кусты, походу. Нам где-то вот там нужно спускаться, мне кажется. А, вот там тоже выкрали. По дереву, да? А, да, вижу, на вершине. Трещину, главное, не провалиться, да, и на змею не наступить. Трава такая густая. Мы с Камати планировали сходить в Кокосовую бухту и вернуться уже на закате. И поскольку мы очень спешили, мы забыли взять дополнительный источник света. Блин, плохо, конечно, что мы с тобой забыли эти самые фонари. Как же так можно было? Ну, по краю возьмем. Да, да, по кругу будем просто входить. А, уже будет, возможно, отливы, мы, может, пойдем прям-прям... Да, я люблю, может быть, что будет отлив. Держу. А, здорово же. Выходим уже. На свет хочу. Хватит этих кустов. Посмотреть. У нас здесь сетка есть внутри. Какое оно состояние? Сколько этих погибло здесь. Да. Морских. Ой, она прям вообще хлам, да? Типа, чтобы распутать ее. Не, можно, наверное. С нее бы сделать можно было какой-то шезлонг. Шезлонг можно было сделать. Друзья, нам удалось найти большую рыболовную сетку. На островах это часто бывает. Поэтому даже такой ресурс, он доступен во время выживания, распутать и сетку можно использовать. Я думаю, что мы это еще проверим. Долго, друзья, идем. Долго. Далеко. Это мы только в одну сторону идем. Чувствую, мы долго будем возвращаться. Вот так вот через этот... Нам туда, друзья, через скалы нужно перебраться на обратную сторону. Где-то там должна быть кокосовая роща. Ну, взял. Вот такой вот стаканчик плавал. На дне вода. И была здесь трубочка. Здесь, когда трубочку ты пробиваешь дырку, она прям вакуумно закрывает отверстие. Поэтому здесь я больше чем уверен. Пресная вода. Да, друзья, пресная вода. Ага. Соленая вода морская. Да. Наивная. Уже темнеет, друзья. А мы еще идем только в одну сторону. Вот эту всю дорогу нам нужно будет еще возвращаться. Если мы сейчас добудем все-таки кокосы, их еще как-то нужно будет нести за собой. Без фонарей, кстати. Да, мы так спешили, спешили сюда прийти, что забыли фонари взять с собой. Это плохо. Это очень плохо. Но разведку нужно сделать до конца. Это однозначно. Сегодня соберем мы немного кокосов. А завтра пойдет другая группа. Пусть они уже сюда добираются. Главное, чтобы было ради чего. Да, она уплывала под камень. Да, под этот камень где-то заплывала. Блин. Ты знаешь, что мурена слепая? Она почти не видит. Она чувствует вибрации и движение под водой. Поэтому, если типа неподвижно стоят, то она к тебе поклывет. Давай быстро, быстро, быстро. Смотри, вон ползет. Видишь? Давай, короче, ее нужно. Сейчас тихо. Воду. Так, чтобы башка у нее вышла на этот самый, на камень. Она еще может сейчас очнуться. Она очень живучая, поверь мне. Да? Да, очень живучая. Хороший кусок мяса. Сзади змея. Только что. Прямо сзади змея. Прямо с под тебя. Крайд голубой был. Видел? Видишь, видишь. Ну, крайд. Мы бы тебя поймать могли, но сегодня у нас есть другая добыча. О! Вот эта башка большая. Смотри. Ну, покажи ей все. Покажи ей все. Нужно ее усыпить до конца. Хорошая, хорошая добыча. Уже будет шашлык сегодня. Ну. Контроль. Друзья, я надеюсь, вам видно было. Нам удалось поймать мурену с помощью лопаты. Не зря ты ее взял. Пошли на свет туда. Покажем добычу. Треселца какая-то. Треселца, да, да. И жирочка, она еще может. О, хорошая. Смотри, какая. Я же говорил, что мы поймаем самую большую добычу сегодня. Давай вот эту сетку. Растягивай ее. Сейчас, стоп, стоп. И сюда ее сложим. Хорошая добыча. Пойдет. Уже будет что кушать. Только Каролина переживала, что ничего, нечего кушать. Я сказал всему свое время. Это, да, это один из самых ядовитых морских змей. Одна из самых ядовитых. Морской крайт называется голубой крайт. Я думаю, что мы сегодня муреной будем заниматься. Но змею мы обязательно поймаем и приготовим. Может, тоже его поймаем? Я думаю, что просто мы с ним заниматься не сможем полноценно. И он испортится на утро, понял? То есть, ну, это же нужно его вычинить, почистить, выварить, пожарить. Поэтому этому дадим шанс. А завтра поймаем. И не надо пальмочками. Мне кажется, все как есть, так оно и классно. Хлопцы где-то пропали, это интересно. Ну, они как-то так и сказали, что купили. Мы пропадем, да? Нет, что до кокоса мы дошли. Ну, что-то я такое слышала. И вот ходим вокруг пальм. Да, видимость очень плохая. Ну, хотя бы какие-то кокосы есть. Какие-то находятся. Опа. Уже хоть не зря пришли. Да, е-мое. Та зацепился. Ну, еще один кокос есть. Да, я жесткий. Жесткий, да? Ты пробил дыр тоже одну? По-моему, да. Слушай, а будет вытекать, да? Все, тогда, слушай, не разбивай. Потому что ты сейчас не откроешься, только пробьешь дырочку, и оно будет течь и течь и течь. Давай еще посмотрим кокосы. В общем, друзья, мы добрались к кокосовой роще ночью. Просто ночью ничего не видно. У нас мы забыли фонарь. Мы не думали, что так далеко, что мы придем ночью. Мы думали, что мы по-светлому пособираем кокосы и... А где пальма? А, вот пальма. Поэтому смотрим вот так вот по кругу. Место, куда может прилететь кокос. Особенно голая. И еще... Смотрим по сторонам. Погрызенные обезьяны, да? Да, кто первый успел, того и кокос. Или мы забираем, или обезьяны спускаются. Спускаются и грозут. Еще один, друзья. Кокосик небольшой. Он уже пожелтел. Лежит здесь несколько дней. Хорошо, что к нему обезьянки не добрались впервые нас. По уху лазит какая-то мурашка. А, здесь большие вот эти муравьи рыжие. Вот еще один. Давай, сейчас зеленый вот тут откроем твой. Выпьем его, чуть-чуть зарядимся. И пойдем дальше. А, нет, наверное, мы еще попробуем что-то собрать. Да, давай ножом его, как я вот говорил. Жестко. Тоже жестко, да? Дело аж не в этой штуке, там дело именно в самом, понял, вот этом орехе. Я срагу, чтобы твой не поломать. Если поломаю, то свой. Распаковка. Вот, пошел сок. Распаковка. Наконец-то. Как на вкус? Ммм, сладкий, сладкий. Тесто сыпется, но очень вкусно, очень сладкий. Давай, попробуй. Такой. Надо слова мне просто не сказать, когда... После такого марафона, да? Это как золото, не знаю. Добьем его, восстановим силы хоть. Короче, друзья, мы что придумали с Коматев, что у него в рюкзаке кокосы, и у меня в руке пару кокосов. Я говорю, давай тянуть по воде. Связать кокос и тянуть за собой по воде. Легче намного будет, потому что, ну, вес большой, и нам еще далеко. А Коматев говорит, давай, говорит, все в рюкзак. Рюкзак у нас же жерма, мешок. Мы можем те самые кокосы все сложить, завязать рюкзак и тянуть его по воде за собой. Сейчас попробуем так и сделать, потому что очень сложно передвигаться. Еще с кокосами в руках и на спине прям очень сложно. Тяжелые, и рельеф ужасный просто. И мы без фонаря попали в ночь, а на обратную дорогу нам еще часика два с половиной минимум. Плотенько, плотенько так затягивает, да? Раз, посмотрим, сейчас поплывет или нет. А ну, отлично, смотри. Давай левее чуть-чуть и стучи палкой под ногами, не забывай. Чтобы вы понимали, я не знаю, видно, вот я Комати поснимаю, потому что меня сложно. Мы вот так вот пробираемся вдоль берега. Здесь огромные, здесь огромные камни. Я знаю, что я сейчас телефоном себе прям в ноздру засунул, и вы смотрите, наверное, крупным планом мой нос, но извините. В общем, сложно, сложно перемещаться. Здесь большие камни. Берег где-то вот там. Мы просто вот пыльем. Комати сзади вон наши кокосы. Кокосы, мешок кокосов, и мы пытаемся вернуться в лагерь. Напомню, что у нас под водой встречаются очень часто самые ядовитые в мире змеи. Крайт, голубой край. Уже их видели сегодня, штучки 4, наверное, пока шли. Отпустили отпустили. А, друзья. Осторожно. Да, подскользнулся. Подскользнулся, и камеру чуть не утопил. Поплывал. Уже... Это уже... Это уже последняя стадия у нас. И давай уже по грудь нормально. Комати уже просто плывет. Просто плывет с этим буем таким. Комати, возьми руками, ложись на мешок. А, да, кстати. И вперед просто. Друзья, вот так вот мы и пробиваемся вокруг острова. Держится нормально? Ну, не тонет, да? Мешок кокосов, и еще сверху комати висит. Как-то так оно и происходит, вот это все выживание. Халявы не будет, называется. Я представляю, как сейчас наши в лагере переживают. Куда мы пропали? Мы просто в одну сторону шли, ну, где-то 2,5, наверное, то ли 3 часа. Ну, в 2,5 точно шли в одну сторону. Единственное, только, конечно, непонятно, куда ребята делись. Куда делись? Куда пошли они что-то искать, и их уже несколько часов нет. И это вызывает много вопросов. И дело в том, что пойти найти, ну, это нереально, потому что идти только надо с фонариками. Все пойти не могут, надо по-любому кому-то быть здесь. Сейчас Каролина уже пошла спать, мы остались втроем. Но просто пока мы еще вернемся сейчас в Камате, это будет очень поздно. А, слушай, ну, мы тогда уже и зайдем все-таки краба попытаемся еще добыть, чтобы мы уже вообще просто были победители по добыче были сегодня. В общем, друзья, выйдем с вами на связь. Когда доберемся или к крабам, или уже к каким-то интересным местам, или к дому, к лагерю имею ввиду. Все, выключаюсь. Поэтому мы решили поддерживать огонь, насколько это возможно. Но вообще, в принципе, дождаться ребят, и там уже дальше что-то соображать. Угасить их улитки этим. Как он? Гипердес? Сейчас. Форсебес. Да, форсеб... Форсеб... Форсебес. 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 Вот. Там еще пару штук осталось. Наша с Камати разведка была очень эффективной. Нам удалось найти какое-то болото или небольшую речку. Хоть и вода там, казалось бы, на первый взгляд, непригодна для употребления, это все равно дополнительный источник пресной воды. Ее можно отфильтровать и дополнительно вскипятить. После чего, я думаю, что такую воду можно будет пить. Так, смотри, там еще кто-то. Вон, краб еще. Вон. Хоп. Все, и вниз нажми. И сюда, вниз дави. Да, вот так. Все. Все, готово. Мышцы перерезаешь. Все, она усыпилась. Сладно. Туда, к варенье. Хорошо. Оставь здесь, чтобы мы не носились. Давай еще здесь. Ого, большой, большой. И это, вон там, вон, вон, вон. Вот это, давай, вон. Перепрыгивайте, да? Ой, по-моему. Проваливаешься тоже, да? Да, это. Большой. Вот этот. Я думаю, наши будут удивлены. Да, да, да. Это только начало. Сейчас. Давай еще больше найдем. Да, да, да. Какого-то реально динозавра. Нет, здесь нормально. С этой стороны нормально. Да? Да. Становись в середину воды. Нет, на тебя нет. Стой, засасывает. Оп. Короче, засасывает больше на нашей стороне. Где там мой тапок. Здесь засасывает. С этой стороны нормально. Я возьму. И почка. Так, как нам добраться туда? Краба нужно ловить. Там с той стороны много. Посвечу на тебя, поснимаю, чтобы тебя вообще съели. М-м-м-м. М-м-м. Давай, пошли еще дальше. О, смотри, я прямо отсюда вижу. Смотри. Пошли, пошли. Там сейчас были, нас монстр ждали. Вот этот. Мы попробуем его накрыть. Мне кажется, нормально. Достойный, достойный. Нормально. Солопатый уже. О, слышишь, какой он трюк сделал. Друзья, это просто ужасно. Ужасно. У нас полные уши, моржки. В роту, в носу, везде. Так, давай еще, короче, парочку еще. Красьте, спаривайте. Смотри, вот там, слышишь? Вот там сидят два больших, помнишь? Мы с той стороны их увидели. Он сидит один. Ладно, то вот так. Вот этого, что в воду побежал. Вот этого, что в воду побежал, лови. Лови, того. Свет, 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 свет. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня тоже. Просто зажми, или ты не смог? Вот, 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 вот. Я не вижу просто. Вот он, побежал в воду. Блин, я забываю, что у тебя света нет. Я понял, а побежал по второму. Блин, я забыл, что у тебя тоже света нет. Друзья, я побежал за одним крабом. У Комати был другой краб. У него, наверное, побольше был. У него, наверное, намного. Да, надо. Сейчас покажу. Нарезаю его на две части. Сними, я заберу. А тот, прикинь, левый, это голосом Жеки говорит, типа, такой. Но выглядит не как он. Но пытается картавить специально. Да, да, да. Кировый двойник, который, наверное. Но Комрон, да это не Жека, он. Да Жека. Все члены нашего племени. У меня в Африке будет, у них ни одного краба нет. Если есть, то какие-то маленькие, не такие серьезные, как у нас. Да, там мяка врать. Посмотрите, друзья. Вот это мы. Молодцы. У нас и мурена, и крабы. Можно с чистой совестью возвращаться. Большой? Да, да, да. Большой, большой. 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 Ставим сюда. Крабовый добытчик. Вот еще наша. Все, давай складываем их все сюда. И сваливаем отсюда. Руки все в прыщах, подписала так. Друзья, у нас тут уже полный мешок добычи. А Каролина переживала, что еды не будет. Ах, не знает она нас просто. Все, все забрали, уходим. Достаточно, пора домой. Я думаю, что там в лагере уже за нас переживают, потому что мы реально с коматика ушли, вот и с концами ушли. Ну такая какая-то история, непонятно. Да, посмотрим, если с утра не придут, то покатим утром на разведку. Вот ножки наел. Что, молодцы, что добыли огонь. Всем привет. Ему принесли чуть-чуть покушать. Кто хочет почувствовать? Первый, полый. Это да. Кто хочет почувствоваться, как я ходил? А мы вам тут ракушек сварили с персебусом. В калате принес мешок кокоса на своей спине. Мы просто, вы даже не представляете. И добывали, и потерпали, и ноги оббивали, и застревали в болотах, и просто... О, вы еще мурену засыпрачили? Резким движением, я просто так делаю. Вот это вот так она идет? Да. Ну да, выглядит посередине, чем наша кастрюля. Но это тоже очень вкусно, на самом деле. Я знаю, они вкусные. Вы уже попробовали, да? Да. Вы до кокосовой бухты шли? Да. И уже мы идти не можем. И мы такие, не, ну нужно же дожать, до конца нужно дойти. Мы возвращаемся, ну не возвращаемся, продолжаем свой путь. Дошли к этой кокосовой бухте, а там темнота. Вообще ничего не видно. Глубоко, по камням нереально с этим рюкзаком. Мы додумались его скрутить, кинуть на воду и плыть с ним. Вот сейчас весь остров, мы не по берегу шли. Мы шли или по воде, или плыли по воде. Ну, короче, это жесть была. Зато мы добыли большую мурену, мы добыли больших крабов и добыли кокосов. Все. Браво. Это нереально просто. Ты такой, знаешь, по камням там лезет, там просто такие валуны. И быстро лопату, он дает мне лопату. Я спускаюсь, скат уплывает в сторону. Змея сзади комати, он ее не видит. И мурена такая, что-то туда-сюда. И я такой, и все, короче, она наша. А комати становится на змею, на этого крайта. Крайт под ног, комати, такой, короче, экшен на максимуме был. Держи, это тебе. О, это вот эта штука. А что это, кстати? Ну, их называют, в Корее их называют кумпу. А поскольку он большого размера, то это кумпудзила. Посмотри, вот сверху какой он, посмотри. Да, да. Он максимально страшный. Мы сегодня таких видели вот здесь на камнях. Вот их аккуратно подковыривайте. Вот у вас в ножах есть отвертка, открывачка, отвертка, чтобы лезвию ножа не портить. Открываете ее и подковыриваете их и достаете. Очень крутая штука. Ну, поджарить надо? На вкус она спорна, сварить нужно будет. Они могут в сетке, вот мы их можем скинуть и положить с нашими моллюсками на прибойную волну. И они до утра будут свеженькие. Они когда живые, стрёмные. Иди еще, да? Ну-ка там ракушку я возьму одну. Давай, кушай, конечно. Как это есть? А горели надо нож на спать? Да. Да, она не протыкается. Да. Там было минимально вообще. Ну там, короче, суть в нем. Что осталось? Посмотри. Возьми бамбук своим ножиком. Сделай такую шпажку тоненькую. Понимаешь, как зубочистка. Потому что ножи нужно будет прополоскать. А ты что спать? Ножик? Нет, веткой. И ножом новым? Да. Что мы шли с тобой? Я еще говорил, что снова дождь пустил. Скажи, мы там были. Это жесть какая-то. Мы сейчас в раю. Это точно. И, короче, мы с хоматиками просто забирали все. Мурену очень сложно почистить. У нее жесткая и очень прочная кожа. Поэтому мы решили ее жарить на открытых углях. Кожа обгорит, а мясо будет запекаться внутри. Это просто много мы еще забыли рассказать. Наверное, много и не сняли. Потому что экономили. По джунглям. Блин, в темноте в джунглях. Представляете ходить? Честно говоря, нет. Я за ним слепую просто хожу. По воде тоже. По груди вода. Слепую хожу просто. Ничего не вижу. Об камни там ударялись. Капец. Походу нет. Ваньки отдыхают. Вот там ножами. Вылезай. Все уже? Да. Нет. Что я говорил? Нет, они здесь были. Первыми сварились крабы. А мурена еще жарилась на углях. Крабы снимаем с костра. Пусть остывают. Мурена тоже поджарилась. Как вы видите, жесткая кожа обгорела. А мясо равномерно приготовилось внутри. Золь? Не, не, не. Вот отрезай хвост. Хвост нельзя, да? Можно. Просто он уже зажарился. Его можно начинать, я имею ввиду. С него начнем. Можно брать руку или сильно горячее? Можно. А вот это пусть и сжарится. Стихия земли была сложным испытанием для нашего племени. И уже завтра нас ждет новый этап. Новая стихия, новая среда. И новые испытания. Всем хватило, говорили, поделиться? Да нормально, там вот сейчас. Это мы сейчас просто кости грызем. А мясо там вот лежит уже. Пока непонятно еще. Ну, еще только там. Ну, еще у меня костки сплявые. Мяса нет. Доберемся. Будем пробовать уже. Мясо мурена. Ну, не могу сказать. Все прям вкусно. Не, я бы сказал бы вкусно. Ну, белое вот это, смесь. Да. Получилось так. Камышек возьми на всякий случай клещ. А вот я там и есть как раз два камыша. Да, бросайте туда, чтобы мухи не собирались. Пусть оно перегорает. Костер? Да, да. Как из Продиджи. Вот это хвост убираешь. Вот это чистишь. Здесь это вот жаберные крышки убираешь. Сверху лежат. Убираешь печень, желудок. И вот это вот. Ярик, смотри. Вот это вот. Короче, то, что на ногах сбоку, да? Угу. Краб зачетный. У него какой-то есть вкус и вкус и интересный. Да, да, да. Такой сладко-нежно. Ну и типа, в первую очередь, а когда морской варишь, получается морепродукт такой солено-сладкий, он прям настоящий, он максимально раскрывает свой вкус именно в настоящей морской воде. Ну, смотришь, как семечку, вот эту часть. Там нормальный кусок мяса. В чем разница у этих двух крабов? Снизу. В животе. Тут узкий. Там, скорее. Все. Большой для вынашивания икры. Это самка. У нее клешни меньше. А у самца здесь острый, как писюн, и клешня у него большая, поскольку он самец, приликая, самочек приликает. Я себе нашел подход, да? Да, вот видишь. В природе везде так самцы такие, типа, все красавчики. Смотрите, вот разница там. Стихия земли завершена, и это значит, что пришло время голосования возле костра. Выбрать самого полезного участника проекта за период этой стихии. Мы будем собираться возле костра и делать анонимное голосование за одного самого полезного участника нашей команды. В конце проекта каждый из вас будет зарабатывать баллы на протяжении всего проекта. В конце проекта тот, кто наберет больше всего баллов, получит от меня один интересный, небольшой памятный приз. Я считаю, что это интересная штука, ради которой стоит постараться во время всего проекта. Во время проекта вы будете получать еще дополнительные разные задания. Они будут и повышать ваш уровень, ваш опыт, и тем самым приносить опять же какие-то результаты, какие-то дополнительные баллы. И эти баллы будут суммироваться до окончания проекта. Те баллы, которые вы будете получать во время проведения разных испытаний, вы будете знать, то есть вы их можете как-то контролировать. Один голос, один балл. Во время соревнований будут другие баллы начисляться. Соответственно, в итоге вы будете знать, кто лидирует, возможно, в конкурсах. Но голосование ночью может все очень менять. Поэтому есть смысл стараться. И в конкурсе есть смысл отдать свой голос за достойного человека во время ночного голосования анонимного, после которого у нас отбой и мы ложимся спать. Можно голосовать только за участника команды, но не за себя и не за меня. Баллы еще вам пригодятся. Поэтому думайте хорошо, за кого его стоит отдать. Мой голос за Камрону сегодня. Вова тоже, я считаю, внес существенный вклад. Но чтобы пережил сегодня Камрон, для меня это большой ужас. Ходить в грязи по колено ночью, ночью плыть по океану, среди змей и вся эта тема. Искренний респект Камрону. Если бы мог отдать 2 или 3 балла, отдал бы 2 или 3 балла сразу. Без вопросов. Так. Мой голос я отдаю за Камрона. Я считаю, сегодня больше всех, во-первых, рисковал. Во-вторых, принес пользу тем, что пошел с Женей на другую сторону острова. Принесли кучу крабов, принесли кучу кокосов. Ну и помимо всего этого, он участвовал также в жизни нашего, так сказать, племени. Общая еда, общая вода с кокосами. Он пер в сумку очень далеко и тяжело. Поэтому я считаю, он сегодня самый достойный. Блин. Наверное, у меня неправдивая информация будет. Потому что я же не видел их. Мы сами потерялись. Я сегодня голосую, собственно говоря, за Вову. Хотя я их в целом полдня не видел, чем они там занимались. Ну, могу там ошибаться. Может, не Вова заслуживает, конечно. Но я так посчитал, за него проголосую. Мне кажется, он там самые главные часы сделал для нас. Гамак вместе строили. Ну, по большой части я его увидел. Поэтому голосую за него. Друзья, я хочу отдать свой голос за Камаки. Скажу сразу, что я очень приятно удивлен вообще всей атмосферой и всеми участниками проекта. Что Вова взялся за дело даже банально сделать песочные часы, солнечные часы. Он всю душу туда вложил, целый монумент построил. Опять же, Ярик тоже включился сразу в работу. Мне это понравилось. Он проявил активность. Он сразу же, у него есть страх к змеям. Но он атаковал и змею, и мурену. И пытался поймать добычу деревянным самодельным копьем по типу Гавайки. Но свой голос я отдаю за Камаки. Почему? Я смог увидеть, на что он способен. Мы с ним случайно попали в большую историю, если честно. В сложные условия. В первую очередь, мне понравилось, что он вообще не падал духом. Несмотря на то, что нас окружали змеи, жесткие условия, он нес большую ношу наших кокосов просто через весь остров. Он прошел такое испытание, что мне даже самому мало не показалось. А с таким энтузиазмом. Его искусали комары и мушки, но он наловил крабов. Вместе с ним мы поймали мурену. В общем, активность проявил, добычу поймал. Духом не сломлен, как и все участники этого проекта. Спасибо. Я хочу отдать свой голос за человека, который, наверное, сделал не то, что сегодняшний день, но как вечер минимум. Это был огромный ужин. Это море крабов, мурена, а также запас кокосов на следующие дни. Это будет реально важно для нас, поэтому я даю свой голос за Камаки. Несмотря на то, что я провел с Яриком и Вовой, мы нашли перспективные места, где, возможно, мы будем ловить рыбу. Мы нашли устрицы, мы нашли улитки, но свой голос, я думаю, это будет честно отдать за Камаки. За Камаки. Почему? Потому что, на мой взгляд, у него была самая сложная задача в ночи с Женей сходить за кокосами, что очень важно для всей команды. Они принесли много кокосов, прошли большой путь, а помимо этого еще поймали крабов. Поэтому мой голос за Камаки. День стихии земли окончен. Теперь можно спать. День стихии земли окончен. Стихия земли окончилась, и теперь нас ждет следующий этап. И новые испытания уже в другой стихии. Но об этом вы узнаете уже в следующей серии. Если вам понравилось это видео, только в этом случае ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые серии. Дивитесь этим видео со своими друзьями и близкими. И до скорой встречи. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья.